ПОДГОТОВКА ДКБ пристально следили за выборами по всей стране. И только в столице они посетили 49 избирательных участков. Я думаю, эти новшества, те представители парламента, которые присутствовали вчера и увидели, как организованы выборы в это сложное время в Казахстане, когда пандемия подсветает, я думаю, у себя они будут все применять тот опыт, который с казахстанской стороны. Подводя итоги мониторинга прошедших выборов, представители гражданского движения, независимых наблюдателей Тазаса и Лау рассказали о выявленных незначительных нарушениях. По всей стране работали больше 5000 наблюдателей от этой организации и присутствовали на больше чем 3000 избирательных участках. В стране было зафиксировано около 500 нарушений. Вы, наверное, сами все слышали, там, голосование за другого человека, семейное голосование или там двое в кабинке и так далее. Задача наблюдателя – это наблюдать, фиксировать и передавать все, протоколировать, передавать все избирательным комиссиям. Далее это все передается в прокуратуру. В то же время представители Совета сотрудничества тюркоязычных государств серьезных нарушений не зафиксировали. Представители миссии отметили, что голосование проходило свободно, демократично и в соответствии с законодательством. Хорошую оценку дали активности избирателей и наблюдателей. Мы не зафиксировали технических нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов. Да, некоторые избирательные участки не были оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями. Это доставляло определенные неудобства некоторым избирателям. Но самое главное – выборы были открытыми. Считаем, что казахстанский опыт проведения выборов может быть принят на вооружение другими странами. Эксперты других международных организаций, следящих за выборами в Казахстане, отметили не только высокую явку избирателей, что доказывает положительную динамику роста гражданской ответственности в обществе, но и активность молодежи и женщин. Когда мы были на участках, то нас удивило, да, и очень хорошо удивило с положительной стороны наличие большого количества наблюдателей. Причем мы сделали для себя такие наблюдения, что наблюдатели были – это молодые девушки и парни в основном, и очень много женщин. Что тоже радует, это говорит о том, что активность проявляет молодежь и женское население. Не осталось без внимания международных наблюдателей еще и такая особенность этих выборов, как строгое соблюдение 30-процентной квоты для женщин и молодежи, что позволило не только обновить парламентский состав, но и омолодить его. К слову, самому молодому депутату Можелиса всего 25 лет. Введение квоты для кандидатов женщин и молодежи в партийных списках это был положительный шаг, но одновременно закон не гарантирует, что эта квота будет сохранена при выборе мажелисменов. Мы призываем политические партии сохранить эту квоту не только по кандидатам, но и по членам парламента. Признали легитимными выборами международные наблюдатели от миссии Шанхайской организации сотрудничества. Они посетили 118 участков, где отметили соблюдение необходимых условий для всех участников электорального процесса. Миссия признает прошедшие выборы свободными, честными, достоверными и демократичными. Легитимность выборов не вызывает сомнений. Миссия константирует, что избирание законодательного органа стран явилось важным шагом на путь дальнейшего развития демократического Казахстана. А уже в Казахстанском центре непартийного контроля рассказали о нарушениях технического характера. Таковых в процессе голосования представителями НПО было выявлено больше 20. Немало было и сообщений о нарушениях от граждан, но часть из них оказались фейками. Раньше средства массовой информации, вот все, что вы показали и сказали, это стопроцентно, это значит уже все, это проверенная информация. Но в социальных сетях, к сожалению, зачастую мнение одного гражданина формирует мнение других, и не всегда это бывает реально, действительно обоснованный факт. Это уже не отнимешь. С этой проблемой столкнулись, я думаю, все государства, и тем более, когда выборы, выборы всегда вызывают огромный интерес, абсолютно всех. Явка избирателей на голосование, по данным Центра избиркома, составила 63%. Такую активность граждан эксперты оценили высоко. Выборы действительно организованы хорошо. Вы показали, что в условиях пандемии выборы провести возможно. Я видел, что среди кандидатов есть много молодых людей, много женщин, поскольку вовлечение новых поколений в политику. Выборы – это важно. Международных наблюдателей приятно удивила и увлеченность волонтеров в политическую жизнь страны. По словам эксперта из Молдовы, в их стране такой практики просто не существует. Мы были очень приятно удивлены. У нас в республике пока этого нет. Волонтеры молодежи помогают проходить избирателям, гражданам к мобильным урнам, подсказывают, следят за очередями, следят за потоком людей, за правильным расположением и соблюдением физической дистанции. По итогам состоявшихся выборов состав Можилиса парламента Казахстана обновился на 70%. Депутаты уже получили нагрудные знаки и приняли присягу. Кунсия Курмет, Жетокун.